МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председатель горисполкома Юрий Громаковский встретился с трудовым коллективом Барановического молочного комбината. В конце беседы все желающие смогли задать главе города интересующие вопросы. 14 июля в стране отметили День работников налоговых органов. В инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Барановичи состоялось торжественное собрание. Командир войсковой части 7404 простился с боевым знаменем. По звуке оркестра он в последний раз на своем посту принял торжественный марш личного состава. В Барановичах продолжается ремонт дорог. Все больше транспортных магистралей получают новое дорожное покрытие. Здравствуйте, уважаемые телезрители. На телеканале Интекс итоговая информационная программа «Семь дней Барановичи». Председатель горисполкома Юрий Громаковский встретился с трудовым коллективом Барановичского молочного комбината. В конце беседы все желающие смогли задать главе города интересующие вопросы. Мэр города Юрий Громаковский сегодня провел встречу с трудовым коллективом молочного комбината. Такие беседы регулярно включаются в рабочий график председателя. По словам Юрия Анатольевича, без личного контакта с жителями города обойтись нельзя. В начале разговора председатель охарактеризовал социально-экономическое состояние Барановичей, отдельных отраслей городского хозяйства, рассказал о намеченных путях развития города. В приоритете дальнейшее улучшение промышленности, строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы. Акцент из дела на вовлечении в оборот неиспользуемого имущества, различных зданий, сооружений и предприятий. Из 23 организованных площадей 21 нашла новых хозяев. С появлением современных производств в городе значительно выросло число рабочих мест. Активными темпами ведется благоустройство. В 2019-м планируется привести в надлежащее состояние около 50 километров уличнодорожной сети. Из них 20 километров асфальтовых дорог и 30 – грунтовых. На данный момент выполнен большой объем работ. Цифры значительные. Так, с начала текущего года сплошное асфальтирование проведено на 8 километрах транспортных артерий. До конца июля будут сделаны еще 5,5 километров дорог. Юрий Громаковский рассказал в частности о работе и ремонте путепровода улицы Ленина. Рабочие утверждают, что первая половина моста будет введена в эксплуатацию уже в октябре нынешнего года. Отдельно глава города остановился на вопросах строительства детского сада и школы в микрорайоне Боровки, скорой и неотложной медицинской помощи. По завершению встречи работники молочного комбината смогли задать свои вопросы Юрию Громаковскому. Ежегодно во второе воскресенье июля в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День работников налоговых органов республики, установленный указом президента в марте 1998 года. В инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Барановичи состоялось торжественное собрание. Беларуси По случаю профессионального праздника Дня работников налоговых органов в инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Барановичи состоялось торжественное собрание. Со словами поздравления с профессиональным праздником к коллективу инспекции обратился председатель Барановичского городского исполнительного комитета Юрий Громаковский. Безусловно, вы вносите свой очень высокий план в социально-экономическое развитие города. Город развивается достаточно динамично, в том числе и благодаря вашим усилиям, вашей работе. Выполнение доходной части бюджета по-прежнему остается главной задачей в деятельности налоговых органов. По состоянию на 1 июля 2019 года в городе зарегистрировано 1918 организаций, 5 655 индивидуальных предпринимателей. Кроме того, плательщиками налогов являются почти 40 тысяч граждан города. Если говорить о результатах работы в цифрах, то за первые полугодия от плательщиков города в консолидированный бюджет поступило 124 миллиона 700 тысяч рублей. В том числе в республиканский 40 миллионов 580 тысяч рублей, в местные бюджеты 84 миллиона 100 тысяч рублей. При этом обеспечено выполнение плановых назначений бюджетов всех уровней. Преобладающую часть налоговых поступлений обеспечивают юридические лица. От данной категории плательщиков поступило 113 миллионов 500 тысяч рублей или 91% всех контролируемых налоговой службы платежей. От индивидуальных предпринимателей поступило 5 миллионов 90 тысяч рублей, от физических лиц 3 миллиона 610 тысяч рублей. Стоит отметить, что три года подряд Барановическая инспекция является победителем смотра конкурса на лучшую инспекцию по налогам и сборам Побрейской области. В этом году исполняется 20 лет со дня образования налоговых органов в Республике Беларусь. Каждое второе воскресенье, кроме того, отмечается профессиональный праздник, День работников налоговых органов. В преддверии праздника хотел бы поздравить всех работников налоговых органов, членовых семей, ветеранов службы. С наступающим праздником пожелать всем крепкого здоровья, мира, благополучия в семьях, удовлетворения от сделанного. Чтобы наш труд имел признание и уважение у населения и, самое главное, понимание у близких. В последнее время налоговыми органами проводится большая работа в целях упрощения администрирования налогов. Активно внедряется электронный документ оборот, расширен спектр электронных услуг и новых дистанционных форм обслуживания плательщиков. Разработаны регламенты на основные процедуры, которые осуществляют налоговые органы в отношении плательщиков. Общение с плательщиками в новом формате стало возможно после открытия в конце февраля этого года Центра обслуживания плательщиков. С помощью электронной очереди налоговыми услугами уже воспользовалось около 7,5 тысяч плательщиков города. Изменения произошли в организации контрольной работы. В настоящее время одним из направлений контрольной деятельности налоговых органов является проведение работы профилактического и предупредительного характера, в том числе в виде камерального контроля. По результатам такой контрольной работы плательщикам дается возможность добровольно устранить нарушения и доплатить налоги, сборы, пошлины без применения штрафных санкций. По результатам всей этой деятельности на торжественном собрании лучшие работники Барановской инспекции были удостоены грамотами, в том числе и высшей городской наградой. Грамотой Барановского городского исполнительного комитета. Ею за добросовестный труд и высокий профессионализм награжден Бадим Лайша, заместитель начальника инспекции, отработавший в налоговых органах уже более 15 лет. Командир войсковой части 7404 простился с боевым знаменем. Эта церемония – одна из самых важных и давних офицерских традиций. По звуке оркестра Владимир Гавдру в последний раз на своем посту принял торжественный марш личного состава. Командир войсковой части 7404 Владимир Гавдру простился с боевым знаменем. Этот ритуал, пожалуй, самый важный в жизни каждого военнослужащего после принятия клятвы на верность Родине. Церемония всегда проходит в торжественной обстановке и запоминается на долгие годы. Владимир Гавдру руководил войсковой частью с 2016 года. Он проходил службу в различных должностях во внутренних войсках Республики Беларусь. Был командиром войсковой части 5522 внутренних войск в Гродно. Уходя с должности, Владимир Васильевич оставляет боеготовую бригаду, которая достойно выполняет свой долг. У каждого командира, если он желает расти, и в этом ему помогает личный состав, это время на самом деле летит незаметно. Должности, города, учения, личный состав, судьбы. Потому что судьба каждого из вас, она остается, соответственно, душа каждого командира. Творческих успехов, которых я обычно желал, они должны быть у вас. Потому что нужно стремиться к лучшему, к победе. Но все равно, я думаю, у нас получится. Благодарю за службу. Под звуки оркестра полковник в последний раз на своем посту принял торжественный марш личного состава. После церемонии бывший командир передал полномочия своему преемнику, полковнику Вячеславу Люшкевичу. Тот опыт, который получил управление бригадой, понадобится в обучении, воспитании, становлении как личных курсантов факультета внутренних войск. Ну и, соответственно, по традиции, здоровья, удачи, карьерного роста. Ну и, конечно, выходцы из бригады, многие становились генералами. Это генеральских погон. Владимир Гавдру назначен на должность начальника факультета внутренних войск военной академии Республики Беларусь. Сотрудники Барановичского ГУВД совместно с различными субъектами профилактики провели предупредительное мероприятие с семейными скандалистами. Жертвы домашнего насилия могут получить психологическую поддержку в территориальном центре. При необходимости пострадавший может быть помещен в кризисную комнату, где, кроме приюта, получат необходимую помощь всех специалистов. Профилактика алкоголизма среди населения не прекращается. Сегодня в Барановичском ГУВД прошло мероприятие с уже давно знакомыми правоохранителем, барановичанами, злоупотребляющими спиртными напитками, ведущими асоциальный образ жизни. Общественно значимой проблемой в городе остается совершение преступлений и правонарушений на почве пьянства. Так, на профилактическом учете стоит 1025 лиц, из них 157 семейных дебоширов. За 6 месяцев текущего года в отношении 66 человек принято решение о направлении их в лечебно-трудовой профилактории. Анализируя с момента вступления в действие закон об основах деятельности по профилактике правонарушений, численность данной категории, можно сделать вывод, что она с каждым годом увеличивается. Это можно посчитать как негативный недостаток. Но, с другой стороны, благодаря работе субъектов профилактики города Барановича, а также Барановичского ГУВД, народ стал более доверять мерам настоящего законодательства, работе сотрудников органов внутренних дел, посему семейное насилие не остается латентным. То есть каждый человек обращается при совершении правонарушений в Барановичской ГУВД, сотрудники реагируют и принимают соответственные профилактические меры указанной категории. Новацией для белорусского законодательства является защитное предписание. Данная мера в городе установлена в отношении 99 человек. Этим лицам временно запрещено проживать в одном жилом помещении с гражданами, в отношении которых они совершили насилие. Данную семью мы в дальнейшем не оставляем, осуществляем контроль за данным защитным предписанием. И уже выявлено 32 правонарушения, непосредственно, когда агрессоры не понимают мер, которые к ним принимаются и продолжают совершать правонарушения. То есть посещают свою семью, совершают насилие в отношении членов семьи. Проблема домашнего насилия является комплексной и по своим последствиям, и по причинам, которые рождают такой вид жестокости. Благоприятный исход ситуации зависит и от особенностей методов, и технологий работы с пострадавшими, и от своевременности оказываемой помощи. В Барановичах потерпевшие от семейных агрессоров могут обратиться за помощью в кризисную комнату. Мы предоставляем бесплатно проживание и питание для любого человека, находящегося в сложной жизненной ситуации. Кризисная комната работает круглосуточно. Вы можете обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения города Барановичи или позвонить по 102, и вы можете получить, рассчитывать на помощь и поддержку, и также получить услугу временного убежища, нахождение в этой кризисной комнате. Когда находится женщина или с детками в кризисной комнате, психолог территориального центра оказывает психологическую помощь, также ей оказывается социальная помощь и поддержка. Сообщить о насилии в семье могут и соседи. Звонок останется анонимным. Дорожные работы набирают обороты. Темпы и объемы проводимой работы удивляют автолюбители. Еще на двух участках улиц нашего города укладывается новое дорожное покрытие. Подробнее в следующем материале выпуска. Календарное лето все больше набирает обороты, достигнув уже своего экватора. На улице Бреской уже практически полностью заменили дорожное полотно. Данная часть улицы от участка кольцевого движения, где Бреская пересекается с проспектом Советским, и до улицы Притыцкого является весьма загруженной. По большому счету поток транспорта тут постоянный, вне зависимости от часов пик, как это может наблюдаться на других участках дорог города. Именно поэтому данная часть Бреска очень важна для большинства автолюбителей, которые теперь по достоинству могут оценить новое полотно. Ремонтными работами на данном участке дороги занимались две дорожные организации. Вначале специалисты предприятия «Баран Черемстрой» подготовили основание дороги, что является очень важным элементом всей работы. Ведь от того, насколько хорошо будет подготовлено основание, будет зависеть и долговечность эксплуатации всего дорожного покрытия. Уже после подготовительных работ за дело взялись работники ДСУ-22, которые уложили основной слой асфальтового покрытия. Сейчас работы подошли к улице Притыцкого, где дорожное покрытие также требует капитального ремонта. В ближайшие дни, после окончания всех подготовительных работ, асфальтовый кладчик и дорожные катки примутся за работу и на этой улице. Еще одна улица, весьма продолжительная, преображается с каждым днем буквально на глазах. Улица Вильчковская, которая хоть и не настолько загружена, в отличие от Брестской, но тем не менее имеет большое значение в организации дорожного движения в этой части города. Накануне специалисты «Баран Черемстрой» уже проделали большую работу по обустройству пешеходных тротуаров вдоль частного сектора. Теперь же работы переместились непосредственно на надорожное полотно. Объем работ здесь, хоть и очень немаленький, но продвигается весьма значительными темпами. Укладка нового полотна началась от автозаправочной станции, расположенной возле железнодорожного моста, и продлится до улицы Столовичской. На протяжении всего этого участка будет уложен новый слой асфальта. Временно будет оставлено без укладки полтора десятка метров дороги в районы улицы Новомышской, где планируют прокладку коммуникаций. После того, как данные работы будут выполнены, оставшийся участок дороги будет заасфальтирован новым покрытием. В общем, работа у дорожника в самом разгаре и продвигается ускоренными темпами, в том числе и благодаря новой современной технике. Ну а на период проведения дорожных работ службы просят автолюбителей по возможности отказаться от движения по привычному маршруту и выбрать альтернативный путь исследования. Ведь перегруженная дорога создает дискомфорт не только самим автолюбителям, но и дорожникам. Тем более, когда транспорт начинает ехать по еще неукатанному асфальту. И здесь нужно с пониманием отнестись к этой просьбе, ведь на замену асфальтового покрытия идут значительные вложения из городского бюджета. Затрачиваются огромные усилия дорожных служб, а в итоге пользоваться этим благом можно будет именно автолюбителям. Для движения в Барановичах закрыт участок улицы Грицевца и участок улицы Маяковского. Ограничения действуют с 15 июля по 30 сентября. Связано это с выполнением реконструкции теплосети. Готовься не летом, а телегу зимой. Барановичи готовятся к следующему отопительному сезону. В связи с реконструкцией теплосети в городе закрыты для движения транспорта две улицы. Проезд запрещен по Грицевца от перекрестка с Чернышевского до пересечения с Маяковского и участок улицы Маяковского от Грицевца до Гагарина. Ограничения действуют с 15 июля по 30 сентября. В местах, где ведется модернизация коммуникации, огорожены сигнальными лентами, выставлены предупреждающие знаки. Все работы сопряжены со вскрытием асфальтового покрытия и земляного грунта. Поэтому специалисты просят всех граждан соблюдать правила безопасного передвижения вблизи объектов. Автомобилистам следует заранее продумывать свой маршрут и объездные пути. Ремонтные работы связаны с тем, что данная тепловая сеть отработала свой нормативный эксплуатационный срок. И сейчас стоит большая задача, чтобы в зимний период эта теплотрасса не подводила. Ведь она является одним из ключевых объектов инженерной инфраструктуры, которая обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение прилегающих жилых домов, предприятий и организаций. Специалисты трудятся в усиленном режиме, чтобы уложиться в срок. Провести лето с пользой и почувствовать романтику студенческих отрядов. Студенты Барановического университета трудятся на различных объектах не только нашего города и области, но и страны. 18 июля к работе приступил строительный отряд «Баргу». Ребята участвуют в строительстве детского сада в микрорайоне Боровки. Трудовая смена у них закончится 1 августа. Новое знакомство и возможность заработать. Студенты Барановического университета трудятся в составе студотрядов. 18 июля молодые люди приступили к работе на стройке нового детского сада в микрорайоне Боровки. Участок ребятам достался ответственный и сложный, но интересный. Фронт деятельности разнообразен – от фасадной до плотницкой. Команда бойцов из семи человек собралась дружная. Они с радостью трудятся на благо нашего города. Некоторые уже второй год работают, а отдельные – даже третий. Работа в строительном отряде позволяет человеку больше развиться в всяких либо направлениях. То есть, начиная с каких-нибудь простых работ, мы можем обмениваться опытом и получать его от более своих старших коллег и сверстников, узнаем что-то новое в каких-либо направлениях. Это очень полезно сказывается на человека, на личность в целом. Молодые люди трудятся на крупнейших стройках страны и в оздоровительных лагерях. Известный факт – в числе самых высокооплачиваемых строительные отряды. Первичная организация «Барсэм Баргу» уделяет огромное внимание развитию студенческого движения. По профилю у нас в первичной организации работают студенческие строительные отряды, сервисные отряды и педагогические. Что касается строительных отрядов, на данный момент у нас три студенческих строительных отряда. И немаловажно, что два раза принимающей стороной являлась ОАО «Строительный трест» номер 25. Детские оздоровительные лагеря, такие как «Мечта», «Зубрёнок» и «Строитель» приняли в этом году педагогические отряды «Баргу». Это были главные события уходящей недели. О том, что принесут нам следующие 7 дней, мы расскажем вам ровно через неделю. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова